Алло Алло Алло, Игорь, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Анастасия Я вам звоню касательно вашей регистрации У нас на сайте оставляли По проекту ВГУ Финанс, верно? Да Отлично, Игорь, я так понимаю Что вы заинтересованы в торговле В дополнительном заработке В цире финансовых рынков Да Я на данный момент вам звоню для того, чтобы помочь разобраться Что это за сфера Как здесь люди зарабатывают Какие у вас будут открываться возможности Самое главное перспектив Как работает инструмент, который вас заинтересовал Хорошо? Да Игорь, для начала мне хотелось бы с вами Немножко познакомиться Чтобы я понимала уровень ваших знаний в этой сфере И уже соответственно Я не знаю как в эту сферу Я не занимался торговлей То есть первый раз-то у вас? Да Да Услышала А вообще в целом давно интересуетесь данной сферой? Ну в течение полугода где-то Полугода? А почему же тогда не приступали к торговле? Что останавливало вас? Не мог брокера найти нормального Все время ищите в поисках А нормальный это какой? В ваших интересах просто хочу понять Честный Да Честный брокер А как вы определяете? Он честный или лживый? Много параметров поопределить Просто интересно Вот я впервые встречаю такого человека Который говорит что Есть параметры определенные Да Ну хорошо Я вас услышала И учту ваше мнение Смотрите На данный момент я вам звоню Для того чтобы помочь разобраться То что я и ранее говорила Что вас заинтересовала система автоматизированной торговли То что вы ни разу не зарабатывали И с этой сферой встречаетесь впервые Это абсолютно нормально То что не нашли компанию за полгода Это тоже нормально Потому что возникает может быть какой-то страх Недопонимание Честного брокера ищите Я вас уверяю Те люди которые приходят в нашу компанию Даже с других компаний Используют инструменты и сервисы Которые начинают уже зарабатывать с первого дня То есть они стоят на месте Понимаете? Да Игорь, а в целом Если говорить про торговлю Сколько вы своего свободного личного времени Сможете уделять? Чтобы дополнительно зарабатывать Ну когда как Я просто к чему веду? Чтобы подобрать для вас инструменты Это не для моего личного интереса Чтобы знать в дальнейшем Когда вас набирать То есть вы рассматриваете для себя основной вид заработка Или все-таки второстепенный? Второстепенный, конечно Да Второстепенный То есть имеете основную работу? Да А если не секрет В какой сфере трудитесь? Как это влияет на заработок? Это никак не влияет Просто я могу вам более наглядно объяснить Да, вернее словами обыкновенными На вашей профессии Не, на моей профессии вы не сможете объяснить Ну хорошо Я не буду настаивать Я вас услышу Смотрите Хочу вам сказать Главная задача Которая положена на вас В серии финансовых рынков Это покупка и продаж Вы должны вовремя купить дешевле Продать дороже И на разнице заработать Не сложно ведь? Ну сложно вообще-то Почему сложно? Ну потому что надо знать Что купить И когда купить И когда продать Совершенно верно Потому для вас есть инструмент Который вас заинтересовал И он за вас будет исполнять Главная задача То есть определять направление актива Как раз таки выбирать Что купить Когда вовремя купить Когда вовремя продать Чтобы вы как начинающий трейдер Максимально находились в безопасности Чтобы вы в эту сферу пришли Зарабатывать, а не идти в убыток Правильно? Да А на том, на чем можно зарабатывать Это элементарные вещи Которые вас сопровождают В повседневной жизни Та же валюта Наверняка слышали Читали информацию определенную Помимо евро, доллара, фунта Есть множество мировых валют Которые меняют свою цену Ежедневно Система за вас Подыскивает потенциальные возможности Ситуации Покупает дешевле Продает дороже И тем самым Она компенсирует Нехватку может быть В какой-то мере Дания вашего знания Подготовки Таким образом Приумножает ваш капитал С каждым днем Но это не только валюта Это еще и Товарно-сырьевой рынок Тоже серебро Мень Долото Это акции Крупнейших компаний Мировых BMW допустим Франсунг Тесла И так далее Вы наверняка Читали эту информацию Ну да И последний рынок Который вам доступен Это криптовалютный рынок Вы про криптовалюту Сырание слышали? Да, конечно слышал Про биткоин Да Про фириум Про лайткоин Да На них можно зарабатывать Даже на выходные дни Потому что там колоссальные Скачки в цене И наши трейдеры Которые приступают Торговле Ну даже взять во внимание Год назад Уже заработали Хороший капитал В чем преимущество Вот ваша регистрация Что система Автоматизированной торговли Она за вас Будет анализировать Порядка тысячу Разных активов Одновременно А только увидела Стремительный рост Понижения в цене Она будет действовать Заниматься вашей покупкой И продажей Понимаете о чем я вам говорю? Не совсем Типа Смотрите Она будет взаимодействовать С петьми Да Рынками С валютой С товарно-соревым Санкциям С индексом С криптовалютой И как раз таки Выбирайте Потенциальные скачки Колебания Что-то дешевеет Что-то дорожает И она за вас Будет вычислять Что же нужно вовремя купить А что же нужно вовремя продать На разницу Вы будете зарабатывать То есть она Условно говоря Элементарный Путь мы с вами Приведем Скупилась Белевро за 50 евро Продала за 100 евро 50 евро Вы заработали Таким образом Она открывает Сделки ежедневно Даже если говорить Про минимальный капитал День у вас открывается Порядка 10 сделок Из каждой из них Вы имеете заработок С одной 20 евро С другой 30 евро С другой 40 евро Так же влияют Вот вы новости смотрите Игорь? Ну смотря какие Которые связаны С политикой С экономикой Ну немножко смотрю Да Вот То есть интересуете Знаете ситуацию И в стране И вообще В тем мире Эти новости Которые вы просматриваете Те знания Которые имеете Они все влияют На сферу финансовых рынков Потому что за счет них Цена на нефть поднимается Цена на нефть Дешевеет И система Она фиксирует Покупает И продает Так Более понятно? Да Вот Замечательно Игорь смотрите Если вам на данный момент Все понятно Давайте я вам покажу Как она работает И соответственно Исходя из этого Помогу вам Запустить И все настроить Хорошо? Ну давайте У вас на данный момент Есть возможность присесть? На компьютер Планшет Телефон То что у вас Находится под рукой Планшет есть Вот Замечательно Тогда Присядьте к своему планшету Да И зайдите на электронную почту Да Сейчас Тогда присядите Дайте мне Знание Да Да Сейчас Со своей стороны Скажу Вот те люди Которые узнают Про систему Автоматизированной Торговли Да Вот даже На протяжении Полгода На протяжении Даже недели Не буду лукавить Они начинают Приступать Торговлю Потому что Понимают Что прежде всего Это выгодно Для них То есть В этой серии Иметь знание Полгода Шесть месяцев И не зарабатывать Ну Скажу вам так Это посередное время За которое Открываются Большие возможности И можно заработать Хороший капитал Насколько я знаю Вот клиенты Которые в Латвии Допустим У них заработок Не особо большой То есть Это максимум Тысячу евро Ну полторы тысячи И хороших условий То есть Такие средства Можно зарабатывать И в домашних Комфортных условиях Запустив программу Одним нажатием Кнопки И он будет работать На вас Вот вы Я не знаю Во сколько Встаете на работу Да Восемь утра Условно говоря Система Также Трудится на вас И приумножает Является дополнительным Источником заработка Когда у вас Есть надобность Вы взяли Нажали на функцию Вывода денежных средств Воспользовали Заработанным капиталом То есть Словно Подушка безопасности Которой в любой момент Можно воспользоваться Когда у вас Есть надобность Сейчас он зайдет Прогружается Ну зашел я на почту Зашли на почту Вот Замечательно Смотрите У вас сейчас придет сообщение Уведомление От компании EasyCFD Угу Восстановлением пароля Чтобы вы далеко не искали Обновите входящее Обновил Ничего Ничего нету Смотрите Хорошо Если ничего нету Просмотрите Вот вы в нашей компании Проходили регистрацию Четвертого числа Посмотрите За четвертое число Сообщение Регистрация завершена Компания EasyCFD Просмотрите В разных папках Входящее Социальные сети Промо-акции Спам Может быть Если не найдете сообщение Будем следовать Другим образом У меня не пишет Число Ну как бы сейчас Подождите Я не знаю У меня пишет до Первого сентября Потом Так Это суббота Было Сейчас Я не доверяю Этим Программу Это программа Которая пользуется В твере Образования Пустая Пользуется Я не доверяю Другим образом Мы с вами не зайдем На торговую площадку Без программ Если у вас не приходят Сообщения На электронную почту То есть Это альтернатива А на какую Вы почту посылали? На gmail.com Первая буковка И Первая буковка И Первая буковка Должна быть А Не знаю Может неправильно Почту указали Значит Наверное Неправильно Почту указал Ну может быть Потому У вас А и не приходит Саша Крепите мне еще раз Вашу почту Тогда Хорошо А Точка Одну секундочку Да А Точка Да Дальше Дальше Игорс И Г О Р С Есть Точка Точка Рига Р И Г А С Еще раз Р И Г А Да Собак Собака Да Рига Собака Гамайл Точка Ком Точка Ком Одну секундочку Давайте я поменяю почту И буквально через 2 минуты Наберу Хорошо Все Спасибо До звонка Алло 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 Да Игорь Да Смотрите еще раз Свою почту Я отправила запрос На отдел безопасности Что вам Изменили Должно сейчас быть Нету Системы Отображаются Что вам Пришло Сообщение Тоже Посмотрите В разных Папках Входящие Социальные Сети Промаг Тиспам Давай Перенаправляем Нету Нету Там каждую Откройте Все Ящики Не все Сообщения А каждую Откройте Там должно быть Ящики Сообщения С восстановлением Пароля Должно быть Ну вот я смотрю Нету Сейчас Ничего Сами Смотрели Да Смотрел Нету Нигде Нету Ну если Вы поменяли Мы с вами Поменяли Почту А.игр Да Точка Рига Собачка Кмайл Точка Кром У меня По системе Отображается Что она у вас Есть Просто Может Вы его Не находите Да С восстановлением Пароля Должно быть Сообщение Интересно Ладно Попробуем Вот я так думаю Что интересно Потому что Должно Быть Сообщение Должно Нету 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 Удален Удаленную Программу Я не пользуюсь Я не пользуюсь Это точно Не Вы не пользуюсь Просто Я почему Ведусь Наши Новички Они Используют Когда Что-то Не Получается Дойти На Торговую Площадку Или Вообще Возникают Вопросы По поводу Торговли По поводу Системы Я Как Менеджер Это Моя Главная Знача Объяснить Написи Главную Система Что вы мне можете Объяснить Если Я еще раз Повторяю Что у меня Реально Нету Почты Этой Ну Нету Почты Я это Поняла Я говорю Что Устанавливают Программу Удален Заводовства Которая Называется На Дальше Вот Я Рассказываю Когда Мы С клиентами Устанавливаем Эту Программу Мы Заходим На Торговую Площадку Там Где Находится Система Автоматизированной Торговли Которая Вас Заинтересовала А Зачем Именно Ани Деск Чтобы Зайти На Торговую Площадку Я Не Понимаю Потому Что Вам Не Приходит Сообщение И На Почту Потому Единственный Выход Из Положения Это Программа Удаленного Доскита Зачем Я Входа Как Как Она Мне Поможет Зайти Вот Объясните Я Понимаю Как Она Вам Поможет Я Вам Помогу Зайти На Торговую Площадку Вместе С Программа Удаленного Доскита Вы Будете Видеть Мой Курсор У С На Экране И Таким Образом Мы Будем Иметь Возможность Зайти Туда Чтобы Вы Просмотрели Тот Инструмент Который Вас Заинтересовало Я Могу Без Программы Зайти Да Отлично Но У вас Нет Сообщения Хотя У меня По системе Отображается Что Оно Вам Пришло А Когда Появится Программа То Появится Сообщение Что Ли Нет Я Вам А Что Тогда Каким Образом Программа Может Повлиять На Мой Вход Прислушайтесь Подождите Вы Уже Поменяли Пароль Ну Я Не Пароль Вам Вам Обменяла Электронную Борь Хорошо Не Можете Этого Сообщения Найти Потому Я Предлагаю Установить Программу Удаленного ДОС Если Не Хотите Я Вас Слышу Уже Сами Заинтересовало Я Как Специалист Вам Помогаю Разобраться Игорь Да 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 Поэтому Прислушайтесь К моему Совету В этом Программе Ничего Нет Уплохого Нет Программе Есть Плохое Что Плохое Ну Как Удаленный Доступ Что Плохое И Что Она Не Толго Курсор Дает Удаленный Доступ Там Кроме Курсора Хватает Удаленного Доступа Я Не Знаю Почему У вас Такое Негативное Мнение У вас Программа Какие Проблемы Были Или Как Нет Я Просто Знаю Что Такое Программу Удаленного Доступа Понимаете Ну Вот И Отлично Если Знаете Что Такое Программа Удаленного Доступа Должны Знать Что Вам Видно Бой Курсор И Не Нужны Ваши Данные Игорь Ну Уже Вовсе 12 Часов Ну Без 15 11 Ну Да Потом Игорь Давайте Загрузим Не хотите Я вас Услышала Другим Образом Я вам Не могу Понимаете Угу Сейчас Сейчас Я скачаю Настрою Программу Тогда Дам Вам Удаленный Доступ Ну Ну Да Сейчас Она Грузится Только Мне Ее Сейчас Настроить Еще Надо Ну Так 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 Это 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 Давайте Да Да Алло Алло Здравствуйте Откуда Откуда Да 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 Помню Ну да Но Почему Пришло Позже Не знаю Это Очень удивительно Потому что Может быть Какая-то Задержка Может быть Проблема С интернетом Может быть Не обновлялась Я Не могу Сказать Ну да А в чем Проблема Смотрите Игорь У вас Сейчас Есть Возможность Посмотреть Торговую Площадку Чтобы Я вам Наглядно Все Показала Так Мы С вами И договариваем Да Есть Сейчас На планшете Сейчас Зайду Просто На почту Сейчас Ищу Эту Почту А Вон Нашел Так Да Да Захожу Все Зашел А Вот Войти Надо Теперь Сейчас Сейчас Пароль Тут Надо Ввести Все Это Не Зашел Ну да Я понимаю Надо Вернуться Обратно На Почту Чтобы Просмотреть Пароль Вставить Ну да Сейчас Я Запишу Что там Прогружается Да Не Не Прогружается Сейчас Запишу Пароль Просто С интернетом Все Нормально Так Вот Емайл Да Вот ее Вписываюсь Да Все Вписываюсь Да Потому Что Я Меняла Все Зашел Да Я Смотрю По системе У меня Также Отобразилось Что Вы Зашли Уже В онлайне Да Может быть Нужно Позвонить Вам Ответить На Подставленный Вопрос Уже Перешли По Шелке У вас Сразу Отобразился Мужина На Клавном Экране Правильно Да С правой Стороны У вас Есть Здравствуйте Чем Я Могу Я Вам Помочь Чем Могу Вам Помочь Да С правой Сторон Ну да Есть Да Чат Этот Маленький Чат Да Вот То есть Сразу Когда Вы Пишите Допустим Вы Написали Вы Пришли С Работы У У вас Возник Вопрос Настя Наберите Меня В такое Это Время Мне Нужно Уточнить Некоторые Вопрос По Поводу Вывода Денежных Вес Или По Поводу Торговли По Поводу Активов Ну Любой Вопрос Который У вас Есть Когда Пишите В этот Онлайн Чат У меня Также По Системе Отображается Что Вы Чем То Интересуете Что Вам Нужно В Обязательном Порядке Буквально На одном Примере Потому Что Здесь Нету Ничего Сложного Система Работает За Вас Нажимаете Кнопку Самую Главную Начать Торговать Сейчас Да Нажал Есть У вас Пошла Загрузка Отобразилось Что На экране Сейчас Прогружает Он Пока Что Серый Экран Значит Прогружает Он Очень Ангер Хулькан У вас Напишут Избранные Все Да 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 Он Прогрузил Прогрузил Что Там Отообразилось У Меня Написано Тут Фавориты Там Ничего Не Показывается Если Я Жму Все То У Да Правильно Нажимайте Да У Меня Акции Получаются Тесла Байер Майкрософт Файзер Лукойл Эйпл Фольксваген Совершенно верно То есть Смотрите У вас Образилась Мобильная Версия Даже Когда Вы На Работе Будете Выходить В телефон Чтобы Следить За Процессом Вы Натали На Эту Функцию То Сразу Видите Сам Процесс Нажали На Все У вас Тут Видны Позиции Сейчас Акции Как Вы Да Знакомая Для вас Акции Которыми Вы Интересуетесь Довольно Таки Долго Уже Полгода Откройте Любую Из этих Акций Любую Сейчас Посмотрим Любую Которую Знаете Ваш На Торговой Площадке Порядка Тысяч Разных Акций Я вижу Вижу Вот Открыл Газпром Кто Газпром Открыл Сейчас Газ Дорожает Россия Перекрыла Газ Цены Поднимает Для Европы Газ Дорожает Правильно Я вижу Вы еще Следите За новостями Я просто В Европе Живу Я знаю Что у меня Газ Дома Дороже Стал Это У всех Видно Газ Дороже Стал Так вот Даже Если взять Во внимание Акции Компании Газпром Да Это Выгодная Позиция И наши Трейдеры Зарабатывают Именно Из глобальных Новостей Вот Элементарно Та же Цена На газ Поднялась Или цена На них Допустим Опустилась Или Какая-то Мировая Брендовая Компания Так как БМВ Не знаю Вольфлаги Тойота Выпустила Новую марку Машины Соответственно Цены Они Постоянно Колеблются Что-то Десевеет Что-то Дорожает За счет Правильно Ну да А я вот Смотрю Акции Нифига Не дорожают Газпромовские Газ Дорожает Акции Нет А вы Смотрите Там Постоянно Акции Это Две Разных Вещи Акции Газпромовские Это Самой Компании Газпром А Газ Совершенно Другая Это Товарно-суре Ну да У вас Еще Одна Подкатегория В Суре Финансовых Рэнгозов Которые Также Можно Зарабатывать Но Тут У вас Сугубо Акции Вы Выбрали Акции Компании Даже Если Смотреть На Акции Компании Газпром Здесь Не знаю Может Уже Сталкивались В Повседневной Жизни Если Вы Интересует То есть Здесь Сображаются Японские Свечи Это Рост И Падение Повышение В Падение Прошу Прощения То есть Красная Это Когда Цена Упала Зеленая Это Когда Цена Подняла Вверх Что Делает Система Она Как Только Увидела Что Цена На Акции Начала Ити Вверх Когда У вас Пошла Зеленая Свеча Зеленая Шкала Она Моментально В этом Моменте Реагирует Реагирует На ту новость Которую Вы знаете Покупает Дешевле Допустим За 50 Евро Держит Эту Сделочку До тех Пор Пока Цена На Актив Не Развернется Тогда Не пойдет Красная Шкала Не пойдет Вниз И В этом же Моменте Она Реагирует И Закрывает Сделку Продает За 100 Евро То есть Понимаете 50 Евро Вы уже заработали Только из Одного Скачка Ну да А таких Вот Скачков Если смотреть На ваш экран Их Огромное Количество Всегда В системе Есть На чем Торговать И она Не будет Останавливаться Не будет Торговать Только на Акциях Она Одновременно Будет Анализировать Валютные Пары Скачки На валюте Да На долларе Ну да Они продали Дороже И на разницу Уже Заработали Некоторые Имеют Заработок То есть 1000 Евро Некоторые 2000 Евро Там В зависимости От ситуации И над Тем Активом В который Система Открыла Сделку Она Сама Определяет На что Лучше Для вас Выбрать Потому что Вы человек Как новый В этой сфере Вы можете Это выбрать Купить Но вы же Не знаете Когда продать Ну да Конечно Потому Система Она Компенсирует То чего У вас Не хватает И покупает За вас Выгодную Позицию Чтобы вы На ней Заработали А чтобы Вы не переживали И не шли Убыто Потому что Когда Вы Нажимаете На все Активы У вас Отобразились Акции Вот Вернитесь С левой Стороны На стрелочку Нажмите Верху И у вас Между каждой Акцией Есть разница В цене Разница Красным Отображается И зеленым Ну да С процентом Соотношений Система Как раз таки Для того Чтобы вы Не ошибились Для того Чтобы не открыть Сделку На невыгодном Для вас Активе Она Смотрит На эту Разницу Если Позиция Пошла В минус Понятное Дело Что она Не откроет Для вас Сделку Развернется И выберет Другой Актив Где Есть Лучше Выгоднее Приложение Ситуация Которая Можно Воспользоваться Почему Сегодня Нормально Упала Цена На 1,94% На Понижение Можно Было Нормально Заработать Как раз Таки Да Ну а Смотрите Она работает Только На росте В цене Когда Какое-то Колебание Да Идет Ну да Но А так же Если Говорить Про колебание Я думаю У вас Разревает Логический Вопрос Не может Система Открывать Все Сделки Да Там 100% Выгоды Ну конечно Если Вот Допустим У вас Условно Говоря Вы Начинаете Торговать Произошла Эта ситуация С газа Вы Купили За 100 Евро И тут Резко Она Упала В цене То есть Газ Подешевел Понятное Дело Что Системе Нужно Как-то Реагировать Что-то Делать Или Продавать Или Покупать Или Отслеживать Позицию То есть Вы Можете На Этой Позиции Не Заработать То есть Она Купит За 100 Евро И Продаст За 100 Евро Но Тем Не Менее Увидит Этот Скачок Чтобы Вы Не Шли В Минус Даже Если Рассматривать Минимальный Капитал У вас Открывается В день Порядка 10 Сделок На Разных Активах Может Одна Сделка Открыться Которую Вы Купите За Одну Цену Продадите За Ту Жену И Не Потеряете А 9 Остальных Успешных То есть С одной Заработали 50 Евро С другой Заработали 20 Евро И так Далее И Таким Утразом Вы Не Переживаете Потому Что Система Исполняет Главные Задачи За Вас Занимаетесь Своей Работой А Когда У вас Есть Надобность Через Неделю Через Две Недели По Вашим Личным Потребностям Нажали На Функцию Вывода Денежных Средств Первоначально Я Вам Помогу Это Делать Чтобы Вы Немножко Наловчились Увидели Там Тоже Нету Ничего Сложного Можем Даже Сейчас С Определенную Сумму Снять Увидеть Как Это Будет Происходить Чтобы Вот Этих Сомнений Которые Ранее У вас Были Вы Мне Говорили Что Вы Не Доверяете Ну Да Конечно Это Нормально Это Естественно Сфера Для Вас Новая Переживаете За Своей Сторон Чтобы Не Переживали Тут Дело Не То Что Сфера Новая Просто Попадались Всякие Мошенники Мне Игорь Мне Скажу Откровенно Мне Невыгодно Вас Обманывать Почему Давайте Говорить Все время О деньгах Если Вы Будете Приступать Минимального Капитала Компания С каждой Вашей Сделки А их С минимума Будет Открываться Порядка Десяти В день Будет Иметь Своё Процентное Соотношение Заработали Тех 50 Евро Компания Имеет Полтора Процента И так С каждой Сделки И вот Теперь Подумайте Компания Работает Полтора Миллиона Клиентов Даже Если По одной Сделке Ручной Торговлей Автоматизированной Торговлей Люди Будут Открывать Сделки То есть Компания Уже В день Имеет Полтора Миллиона Потому Наоборот Мы Заинтересованы Чтобы Сделки Не открывали Смены Чтобы Не рисковали Своим Капиталом Да А мы Наоборот Стараемся Для вас Такие сервисы Подобрать Чтобы Они Для вас Были Удобны Чтобы Вы Видели Динамику Чтобы Не переживали Чтобы Как вы Говорите На Такие Организации Плохие Непорядочные Попали Потому Что Я Заинтересована В торговле И Вы Заинтересованы В торговле И это Нормально Соответственно В цире Финансового Так Зарабатывать Таким образом Понимаете Да Конечно Ну да Понимаю В целом Если Понимаете Хотели Вы Зарабатывать Через Финансовый Именно Систем Видите Здесь Преимущество Перспектив Наверное Да Наверное Или Собневаетесь Давайте Откровенно Мы с вами В этих торговлях Всегда Успеем Прийти Активировать Все Настроить Но для меня Главное Чтобы в дальнейшем Когда вы мне писали Анастасия Помогите мне Допустим В каком-то вопросе Я вам не звонила Чтобы вы Не переживали Не смущались По поводу Чего переживаете Игорь Сейчас я вот Смотрю Информацию О фильме Смотрите Читаете Информацию Да Ну да Читайте Ну опять же Я помню Вы мне рассказывали Что вы Ищите честную Компанию Ну да То что вы Полгода Ищите Обращаете Внимание О нас Допустим О Не знаю Какое-то статье В интернете И так далее Вы же понимаете Что это рынок В интернете Причем Статья в интернете Мне не нужна Статья в интернете Я сам могу Проверить Зачем Мне какие-то Статьи Нет А то я к слову Говорю Как клиенты Многие делают Вы же не переживайте Не нервничайте Я же не хотела Вас ни в коем случае Объяснить Я статьям не верю В интернете Много Можно Что написать Не нервничайте Я считаю Я тут читаю Анализируйте Окей А ваша компания В Евросоюзе Зарегистрирована Да Мы работаем С клиентами С Евросоюза Как это Я бы вам не звонила Какой Я работаю Я работаю С клиентами Которые Русскоговорящие Находятся в Европе Мы территориально Находимся В Эстонии То есть Недалеко от вас Вот вы Я вижу регистрацию Проходили Вы находитесь Лат Да Находимся В Эстонии В Сталине То есть У нас еще есть Несколько офисов Вы даже можете На торговой площадке Посмотреть Там где Информация О нас Только нужно Немножко вернуться На шаг назад О нас Ну я не Тут информация Другая Какая Тут написано Сент-Винсент Гренадиры Ну типа Тут про Истане Ничего не написано Ну смотрите Офиса Я же говорю Три В Гренадире Вы знаете Что офшорная Зона Для того Чтобы она Налогами Не облагалась А также В Гренадире Есть офшорная Зона Там где Как бы Хранятся И доходности Многие Документальные Вопросы Именно От компании То есть Не скрываю У вас даже На торговой площадке Это написано А где В Эстонии У вас офис В Сталине Я же говорю В Сталине Да понятно Ну блин Номер регистрации Можете скинуть Компании В Эстонии Ну как Чтоб я проверил Ну как Вы будете проверять Игорь Смотрите Я вам могу сказать Чтоб вы приехали То есть Вы можете проверять И проверять Для меня Это не имеет Никакого значения Я могу вам сказать Я думаю Чтоб вы приехали И чтоб вы Убедили Что есть такая Анастасия Марашенко Которая на данный момент Вам звонит Это мы Чтобы объяснить Как работает инструмент Где находимся Все нюансы Обсудить Опять же таки Мы вот Как компания Встречаемся И договора Даже подписываем Исключительно С трейдерами Которые инвестируют Не минимум 5 тысяч евро 10 тысяч евро То есть Работают С таким большим капиталом Поскольку там Работает Не только Система Автоматизированной Торговли А и специалисты Которые помогают Да И соответственно Чтобы торговля Была плодотворная Там уже Немножко Другой нюанс Опять же таки Личные встречи Если вы приступаете С минимального капитала Поймите меня правильно Много клиентов Работает Да И если я каждый День буду Уделять время Клиентам То есть Я не буду Исполнять Свою основную работу Ну Я бы Вот действительно Рада была С вами встретиться Увидеть Что это за Игорь Который не доверяет Финансовых рынков Уже на протяжении Полугода Хотя люди Зарабатывают Для вас Это не секрет Илон Маск Также инвестирует Свои средства И многие люди Уже на протяжении 5-10 лет Окей Торгуют На серебре На меде На золоте Только сейчас же Мир технологий Наоборот В интернете Это можно сделать На раз-два Потому что Вы одним нажатием Кнопки Уже приумножаете Свой капитал Что за вас На вас И даже не за вас А на вас Работает Система Автоматизированной Торговки Которая является Одним из инструментов Что мы предоставляем Понимаете? Понимаю Так я же не прошу Личную встречу Я попросил Просто номер Регистрации Фирмы в Эстонии У вас эта информация Смотрите У вас эта информация Есть на торговой площадке? Нету Ну Как нет? Ну вот как Так как нету Я не вижу ее Просмотрите внимательно Там есть Я же говорю Тут написан Только один Адрес офиса Значит вы не там смотрите Когда вы нажимаете Тогда объясни Где Смотрите Да Это Игорь Перевью вас Это юридический адрес Центральный Там где находится Центральный офис Хорошо А где я могу Посмотреть тогда? Ну вот Кого посмотреть? Ну вот Вы говорите Я нажимаю Нас И все Мне больше Ничего тут не показывается Тут написано Кто мы Правильно Ну Смотрите Игорь Правильно Потому что у вас Юридический Центральный Там кстати Юридический адрес Тоже есть Да У вас же Юридический адрес В Эстонии Тоже должен быть Да Ну смотрите Мы как подразделение Есть юридический адрес Основной компании То есть То что вы читаете И там написана у вас Вся информация Где мы находимся И так далее А это подразделение Я просто территориально Нахожусь в Эстонии Да Ну так что мы работаем Не только ЖШ Латвии Литвой Мы с Германией Работаем В Великобритании Работаем И с множествами Других стран Потому что я Территориально Нахожусь в Эстонии Я думаю Что это Какой ролик И играет Так я же Так я не спрашиваю Почему вы там Находитесь Я спрашиваю Номер регистрации Фирмы В Эстонии Ну Мы такую информацию Не даем Опа А вот с этого момента Давайте теперь Поподробнее Почему Это логично Сейчас Сейчас Нужно Нужно Карантин Я никак Не могу Понять Причем Тут карантин И номер Регистрации Фирмы Как это Связано Смотрите Мы не предоставляем Эти данные Почему Когда Я же говорю Когда клиент Занимается Ручной торговлей И инвестирует Я же уже четвертый раз Наверное повторяю Ну вы о чем говорите Четвертый раз Повторяю о том Что если клиент Инвестирует Действительно Большой капитал Вклады Тогда И называем Юрический адрес Клиент Может посмотреть Может посмотреть Как работает То есть Обсудить Некоторый план Да Как будут действовать В этой сфере То есть Каким образом Они будут зарабатывать А если говорить Про автоматизированную Торговлю Это нелогично Потому что Система Одну кнопку Нажалась И Она уже работает Юридический адрес Я же говорю Юридический адрес Мы предоставляем Клиентам Которые занимаются Ручной торговлей Так я же не спрашиваю Адрес ваш Вы не слышите Меня Что я у вас спросил Ну Вы слушаете Вот вы мне Вот Слышу Но вы меня тоже Не слышите Ну при чем тут Юридический адрес Если я спросил Номер Регистрации Фирмы Ну вы же Зарегистрированы В Эстонии Правильно Вы же мне Не с подвала Звоните Нет Ну вот Значит фирма Должна быть Зарегистрирована В Эстонии Я попросил Номер регистрации Всего лишь Вы мне начинаете Рассказывать Про какой-то Карантин Про какой-то Юридический адрес Про каких-то Клиентов Мне это Вообще По барабану Ну Я просто Попросил Номер регистрации Смотрите Эту информацию Я только могу Отправить Запрос На Департамент Безопасности И вам отправят Номер регистрации Только в этом случае То есть я сама Его не знаю Это мне информация Даже не нужна И крайне редко Спрашивают Куда вы можете Отправить В департамент Безопасности А при чем тут Безопасности Номер регистрации Фирмы Я не понял Смотрите Потому что Они владеют Этой информацией Я менеджер Который настраивает Ваш систему Автоматизированной Торговли И рассказывает Как работает Эту информацию И отправляет Запрос Для того чтобы Вы могли Зайти на торговую площадку Служба безопасности Вообще Никакого Не имеет отношения К регистрации Фирмы Служба безопасности Имеет отношения Потому что У них Хранится Вся документация Нет Документация Хранится Не в службе безопасности Ну Вот Я говорю Документация Хранится Не в службе безопасности Ну вот Вы Сколько лет Уже Вот в Эстонии Проживаете Пять Пять А как По-эстонски Будет служба безопасности Я Русскоязычный Человек Понятно За пять лет Обезьяна Выучит язык Уже Честно говоря Ну вы Меня сейчас Обманываете Вы не Находитесь В Эстонии А где Я думаю Что на Украине Как обычно Все Лоха Брокеры У вас Сложилось Такое мнение Исходя Из чего Исходя Из ваших Ответов Ну У вас Спросили Номер Лицензии Компании Номер Регистрации Вы Сказали Что вы Такую Информацию Не предоставляете Я могу Прямо Сейчас Предоставить Номер Регистрации Своей Компании Вообще Не проблема Для меня Это не Составляет За пять Лет Вы не Знаете Как Служба Безопасности По-эстонски Хотя Вы приходите В офис Вы должны Это знать Наизусть Ну Ну Я общаюсь Ну что значит Общаюсь Вы это должны Знать Ну Самый простой Вопрос Я у вас Не спросил Там Не знаю Там Ну Потому что Вы мошенники Ну Ну Я же говорю Потому что Вы мошенники Ну Я с вами Спокойно Говорю И вы услышите Меня Вы задаете Мне вопрос И не сдаете На него Вы не дали Мне ответ Ну Я вас Спросил Я вам и не могу Дать Потому что Вы кричите Ну Давайте Я вам еще раз Могу задать Номер Лицензии Регистрации Компании Ну Вы не даете Мне Ответьте Ну Давайте Давайте Ответьте Я послушаю Не за что Я просто не понимаю Почему вы Такой агрессивный Вы нормально Общали Я вам отвечаю Что Через Я нахожусь В Истоне Эта информация Находится В службе Безопасности Потому что Я ей не владею Я обыкновенный Сотрудник Рассказывает Я работаю Во-вторых Спасибо конечно За обезьяну Мне очень приятно Как женщине Теперь Я же говорю Что в нашем департамент Он занимается Исключительно С клиентами Которые говорят На русском языке Потому что Подразделение Говорит на русском языке Сотрудник безопасности Как вы говорите Что я должна знать Как это называется На латышском На эстонском Да Да Вы даже видите Вы даже запутались Где вы находитесь В Латвии Или в Эстонии На латышском На эстонском Я вам говорю Это безразличное Нет Это разница Латышский И эстонский Абсолютно разные языки Игорь Я посмотрела На вашу страну И потому Сказала вам Латышскому Латышскому Язык латышский Жители Латвийцы Ну потому Что есть Есть русские Ну Граждане Раз он русский Ну гражданин Он же не может быть Россиянин Правильно Раз он латвий Значит он латвийц А есть Латыши граждане Вот Ну они все равно Латвийцы В принципе А я вот русский Гражданин Латвии А вы Перепутали Потому что Вы правильно сказали Вы посмотрели На мою страну Где она находится Потому что Вы не в Эстонии Находитесь А в Украине Игорь Я не хочу Спорить на такие вопросы Я не хочу Этого делать Потому что Вы занимаете Мое время Как специалист Я говорю Чем я занимаюсь Если вы услышали Я вам ответила Откровенно Потому что Я не хотела Лукавить То что вы себе Придумали Пускай так будет Я же не буду Провергать Я вам отборю Не для того Чтобы спорить С вами Для того чтобы Вам что-то доказывать Это не в моей Компетенции Поймите меня правильно Потому что Потому что Невозможно доказать Того чего нету Ну Вашей компании Не существует Вообще Ну понимаете Оставайтесь При своем Ищите еще Компанию Которая вас Я же не буду Можете заниматься Чем Обалдеть То есть А вы будете дальше Продолжать обманывать людей Да А вот Хорошо Ну хорошо Тогда давайте так Задам я вам вопрос А сколько Вот таких клиентов Вы В день Проводите Через пополнение Счетов Что Что Еще раз Ну Блин Я не знаю Как сказать Сколько в день У вас таких вот клиентов Которых вы проводите Через пополнение Счетов Я как уличный менеджер Я предоставляю информацию Понятно Клиента Торговать Или не торговать Да То есть Вам делится информация Сколько Люди приступают И у меня Как у менеджера Я тоже не имею прав Понятно У вас Это конфиденциальная информация Слушайте Если бы я дала Ваш номер с телефона Кому-то Другому человеку Можете давать Это не личная информация Слушайте У меня такое ощущение Что вы не в Эстонии Работаете А где-то То ли в ЦРУ То ли в ФСБ Ну Как минимум У вас все секретно Может быть Вы засланный казачок Просто Ну блин Ну вот вы понимаете Что вы говорите Что у вас все секретно Это секретно То секретно Это я не знаю То я не знаю Ну Это вот Я не говорила Что я не знаю Я отвечала конкретно На ваши все вопросы Как служба безопасности По-эстонски Вы не знаете Номер лицензии Секретен Блин Сколько клиентов У вас в день Вы проводите Через себя Я не могу делиться Эта информация Тоже секретно Вы выделили меня Ну Я не могу делиться Информация Которая связана с вами Не могу делиться Вашим номером Вы адрес СБУ знаете Вы будете сюда Как клиент Зарабатывать А не обращать внимание Извините На регистрацию И еще на что Обалдеть А на что мне надо Обращать внимание Чтоб мне На инструмент Да вы что Обалдеть Вы Вот сколько вам лет Вам это должен сказать Что вам еще сказать Блин Да вы просто Ну то ли наивная дурочка То ли вы из меня Хотите сделать Дебила полного Какой инструмент Какая автоматизация Вы что Совсем с луны Грохнулись А Видимо Она попала На ваше Негативное настроение Да блин Да при чем тут настроение Вы просто Даже не представляете Что Никакой Вот такой Блин Во первых Личный менеджер Да Вот такой Как вы Они стоят Сотни тысяч В месяц Понимаете Ни один брокер Не может себе позволить Ни один Ну Ну вот Еще раз повторяю У меня В Латвии Существует Банк такой Как Луминор Вот он Брокерский банк Он тоже Предоставляет Брокерские услуги Так вот Они себе Не могут Такого Предоставить Менеджера Чтоб он Оказывал Кому то Услуги Какие то Ну Это слишком Дорогое удовольствие Понимаете Не может Ваш Ни один брокер Ни один брокер Чтобы объяснить То Как я объяснила Вы понимаете Доходчиво Мешами сказать Да Поэтому Если Не хотите Торговать Я же не настаиваю Для меня Не играет Никакой роль Ну вы просто Вы просто Мошенники Я вот Не знаю Просто А вот Вы СБУ Тоже платите Или только Полиции Вот такой вопрос СБУ Полиция Кому мы еще платим Не полиции То что вы платите Это я знаю Насчет СБУ Я не знаю Я просто Пару раз Отправлял В СБУ Информацию Ну Потом Прикрыли Одну Конторку Вот Можете еще раз Запрос отправить Чтоб вы Прикрыли Одну Конторку Вам нечего Бояться Нечего Вы уверены Значит Ваша Конторка Проплачивает Да Логический вопрос Почему У вас Почему Вашей Компании Все Засекречено Вот Такой Вопрос Да вы что Вы кричите Обзываете Как Как я вас Обозвал Я не хочу Успоминать Это Лишняя информация Для меня И для вас И я не хочу Улыбляться Я сказал только Что вы мошенники Но это правда Хорошо Но вы просто В ответе Даже на своей Лечке Я не поставил А вы про обезьяну Я просто сказал Что даже обезьяна За 5 лет Выучила бы слово Как по-эстонски Служба безопасности Если бы она жила Но это к тому Что вы Вы же не обезьяна Значит вы мне врете Что вы в Эстонии Хорошо Я же Как вы там говорите Что я нахожусь в Украине А я нахожусь в Эстонии И не соображаю Что Конечно вы в Украине Находитесь Ну я в этом Уверен Нет В России вы не находитесь Россия бы вас уже Закрыли бы Давным-давно Сидели бы В тюрьме Пускай будет Очень Вот Заверенное громадян Нет А вот куда лучше Позвонить Вот такой вопрос Я вам задаю вопрос Я вам задаю вопрос Вы высказываете Телефон доверия Или заверение К громадян Я вам уже 4 раза задаю Один и тот же вопрос А вы не слышите Потому Я считаю Что наш с вами диалог Бессмысленный Бессмысленный Ну вот смотрите Если вы не прекратите Не прекратите Общаться Мошенничеством То вы скоро будете Сидеть в тюрьме Понимаете это Вы можете себя Прослушать на канале Дура Скинулась Субтитры сделал DimaTorzok